5600 рублей Столько стоил ФИАТ-124 Собранный в Тольятти, например, в 1970 году Его мы знали, как ВАЗ-2101 А это... Это ФИАТ за 1 миллион 120 тысяч рублей Это почти 43 тысячи долларов Если вы не переключились сразу после этого, значит, скорее всего, вы верите в чудеса Увы, я вас расстрою, чудес не бывает В этом автомобиле нет ничего настолько выдающегося, чтобы оправдало заоблачную цену Просто это еще одна жертва евро Курс европейской валюты сегодня слишком высок, чтобы успешно продавать итальянские автомобили Именно поэтому компания Северсталь организует сборку ФИАТов в России Но Кромы среди локализованных моделей нет А потому мы вряд ли увидим ее в списке бестселлеров Ибо за эти деньги можно купить более мощные седаны бизнес-класса Ниссан Тиана или Тойота Гамри На самом деле, доплатив еще пару тысяч, вы можете купить их с двигателями В6 Но ведь кто-то принял решение выставить Крому в российских шоурумах Кто-то оплатил недешевую процедуру ее сертификации Не зря же История Кромы – это история совместных разработок Первое поколение ФИАТа Крома появилось в 1984 году Благодаря сотрудничеству концерна ФИАТ с тогда еще независимой фирмой СААП В итоге было создано четыре автомобиля Крома, СААП 9000, Альфа-Ромео 164 и Лянча Тема Причем, если Альфа-Ромео и Лянча были классическими седанами То Крома и 9000-й СААП были замаскированными под седан хэтчбеками Но, несмотря на то, что модификаций Крома было сделано огромное количество Вот это, например, необычный автомобиль с двухлитровым турбомотором Продано было всего за 10 лет 450 тысяч машин Это в среднем по 45 тысяч в год Скромненько Последние 10 лет место фиатовского флагмана пустовало Несчастному концерну было не до того И вот новая Крома И угадайте что? Это опять совместная разработка На этот раз с концерном GM Не иначе прежние партнеры из СААПа подсказали Ведь СААП сегодня одно из подразделений GM Крома построена на GM-овской платформе Psyllon По сути, это автомобиль той же архитектуры, что и Opel Signum Нынешняя Крома – это опять хэтчбэк Правда, он уже не притворяется седаном Дизайном занималась ателье Джарджетта Джуджара, о чем свидетельствуют эти шильдики на баках У Крома колоссальные свесы и очень высокая крыша 160 сантиметров в холке, Крома выше некоторых паркетников Главная заслуга дизайнеров в том, что они сумели объединить эти нестандартные пропорции в некий цельный образ К тому же во внешности Крома присутствуют все родовые приметы современных Фиатов Но это что угодно, только некрасивый автомобиль Тут не за что зацепиться взглядом Но самый стильный элемент – дверные ручки Считается, что Фиат Крома, как и Опель Сигнум, автомобили вне класса При габаритах и колесной базе, соответствующих так называемому сегменту D Который еще по-другому называют семейным Крома предоставляет задним пассажирам место, как в автомобилях, классом выше Но для высокого пассажира это не столь очевидно Посадку нельзя назвать удобной Наклон спинки заставляет ложиться И вот снова колени встречаются с передними сидениями Вдобавок, глядите Это максимальная высота заднего подголовника Поэтому если я сяду прямо, то при наезде сзади он оказывается аккурат у основания черепа Ни тебе отдельного блока климат-контроля Ни собственного пульта управления аудиосистемой Только шторки на окнах и кусочек неба над головой Кстати, эта стеклянная крыша с массивным огромным люком съедает изрядную часть пространства над головой Не будь его, здесь можно было бы сидеть хоть в шляпе с пером, хоть в генеральской папахе Еще одно преимущество Фиата – колоссальный 500-литровый багажник Если он, конечно, открывается Наш вот только с ключа Зато внутри под полом есть 16-сантиметровое углубление Сюда от посторонних глаз можно спрятать много чего Еще ниже – запасное колесо-докатка Багажник, удобство пассажиров Но для водителя главное – это субъективное ощущение качества А оно тут не соответствует цене Все на уровне добротных моделей гольф-класса, не больше Пластик податливый, но без изысков Декоративные накладки даже не пытаются притворяться деревом, а кожа местами плохо скроена Это крышка блока предохранителей, которая держится на месте при помощи вот такого шурупчика Со специальной пластиковой отделкой, чтобы было удобнее крутить руками Какая трогательная забота А это охлаждаемый бокс в подлокотнике Воздух поступает через эту небрежно прорубленную дырку А пластиковый клапан должен ее закрывать Не держится В фиатовских брошюрах говорится об изысканной эргономике Эй, в автомобиле за 43 тысячи долларов механические регулировки сидений Хотя расположение основных органов управления выверено неплохо А руль регулируется не только по высоте, но и по вылету Но спинка сиденья выталкивает водителя к рулю А в подрулевых рычажках можно запутаться Замок зажигания фиатовцы расположили не где-нибудь, а на центральном тоннеле между сиденьями Вполне удобно, но только непонятно почему Что это, дань саабовским традициям? Но ведь кроме общей силовой структуры кузова Старую крому ничего не связывало с саабом Вдобавок, 9-тысячный был чуть ли не единственный современный сааб У которого замок зажигания был не тут, а тут, на рулевой колонке Двигатель тарахтит и вибрирует на холостых оборотах Но, увы, это не дизель А жаль, в них фиат знает толк Еще старая крома TDI оснащалась первым в мире дизельным двигателем с непосредственным впрыском Но в России доступны только бензиновые четверки С обыкновенным распределенным впрыском С этого мотора 2.4 снято всего 147 лошадиных сил Крома весит чуть более полутора тонны Хотя и не самый тяжелый водитель А в багажнике у нас нет ничего, кроме воздуха Крома едва ли разменяет первую сотню за 11 секунд Если держать педаль вот так в полу То автомат дожимает двигатель почти до 7 тысяч оборотов Но стоит мне отпустить педаль И обороты падают к 3 тысячам Коробка переходит на повышенную передачу Автомат не адаптируется Зато он неплохо, вполне плавно и резво переключается наверх И задумывается только, когда я прожимаю викикдауна Тогда он сначала подтыкает одну пониженную передачу Потом еще одну На это уходит время Еще сложнее заставить автомат перейти просто на одну ступеньку вниз Намеков педалью электроника почти не понимает Приходится переводить коробку в ручной режим Но тут придется мириться с рывками Особенно при переходе на ступеньку Так что же, не за что хвалить Fiat Кроме грузопассажирских возможностей Есть за что Например, здесь тихо Трипл из лобового стекла И специальный пенистый наполнитель Который закачивает внутрь коробчатых профилей И силовой структуры кузова Похоже, делают свое дело А еще здесь неплохая музыка Есть и более серьезные плюсы Например, пятизвездочный рейтинг По итогам краш-тестов программы Евронкал Наконец, для такого тяжелого автомобиля С таким высоким центром масс Крома, в общем-то, неплохо управляется Да, она упирается на входе в поворот Но потом неожиданно нейтрально проходит дубу Хотя и чувствуется, что снос контролирует Система стабилизации Но в целом очень надежное поведение Вот, если бы еще Fiat не припрыгивал Из-за диагональной раскачки в поворотах Было бы совсем хороше Руль, хоть и великоват, зато Обеспечивает неплохую взаимосвязь Хотя в парковочных режимах Он мог бы быть и полегче Зато и электрогидравлический усилитель Экономит топливо Ведь гидронасос приводится Не напрямую от двигателя А отдельным электромотором Который включается Только когда в этом есть необходимо Умная итальянская электроника Она повсюду На дисплей в панели приборов Выводится масса разных настроек От выбора языка До предупредительных сообщений О сбоях в бортовых системах Вот уже что-то горит Неисправен задний стеклоподъемник А про багажник ничего не написано А еще какая-то ерунда Происходит с огромным панорамным люком Он отказывается закрываться Любит видать Фиат свежий воздух И все это при пробеге в 800 километров Поездив по итальянским дорогам Особенно в Риме Я дал себе честное слово Никогда не покупать Подержанных автомобилей из Италии Уж больно Жестокие условия эксплуатации Но В то же время Это вселяет уверенность В то, что В конструкции этого автомобиля Заложен некий запас Экстра-прочность Подвеска здесь Действительно энергоемкая Ее никогда не пробивает Но трясет при этом иногда Очень ощутимо А ведь специально для Кромы Итальянцы придумали термин Comfort wagon Можно было бы перевести Как вагон комфорта Но нет Скорее вагон места И маленькая тележка комфорта Однако миллион Понимаете Теоретически Если все Что есть в этой автомобиле Заказывать Как опции На автомобиле конкуренты Выйдет Сопоставимая цифра Но большинство Потенциальных соперников Кромы Даже в базовых версиях Производят Более качественное впечатление И потом Практика все-таки Показывает Что рынок Не очень готов К таким нестандартным Автомобилям Потому что Ни Opel Signum Ни еще один Внеклассовый автомобиль Renault Valsatis Так и не завоевали Признание Продажи провалились По всему миру И России Не исключение В конце концов Их вообще Перестали поставлять К нам Хотя поговаривают Что Opel Еще может вернуться Сейчас Не важно уже Итальянцы Ли настояли На том Чтобы российские Дилеры Продавали Весь модельный Ряд Фиата Или наши Сами понадеялись На всеядность Развивающегося Рынка Но Крома Вот она Ждет покупателей Увы Перспективы Большого Фиата За миллион Рублей Выглядят Не лучше Чем эти Скошенные И замерзшие Поля Вообще Me Скошенные